Всем привет, друзья! Сегодня у нас коротенький выпуск, достаточно, но очень познавательный. Заключается его познавательность в следующем. Сегодня я вам покажу, каким образом же все-таки вживую выглядят все повреждения на аукционном листе. Сделаем мы это на примере недавно привезенного нами Honda Freed. Возьмем полностью его аукционник и пройдемся по каждому из повреждений, которые отмечены на схеме. Погнали! Напоминаю всем, привезли мне для нашего клиента вот такой вот Honda Freed. Очень классный, очень неплохой, а самое главное в минимальный бюджет. Давайте возьмем его аукционный лист и внимательно его изучим. Прям вот так. Смотрите, у нас здесь замечание инспектора, здесь у нас схема. Соответственно, оценка 3,5 балла, оценка кузова, оценка салона, пробег 133 тысячи. Далее идут расшифровки, объем, комплектация, дата первой регистрации. То есть это вот такие основные параметры. Но вообще, а самые основные параметры это схема и это замечание инспектора. Понятно, тут комплектация для личного пользования, то есть все здесь это есть, но это не так важно, как вот именно вот эти вот параметры. Давайте пройдемся по аукционному листву, а именно по повреждениям. Многие спрашивают меня, что такое А1. А1, друзья, это царапины. Вот А1. Давайте вот, у нас справа на бампере где-то А1. Понятно, машина немножко грязная, но вот где здесь А1? Здесь, может, вот это А1 там или вот это А1. То есть это такие минимальные-минимальные прям царапины, которые есть на любом автомобиле. И, если честно, их прям, ну, ну, это абсолютные мелочи эксплуатационные, которые, в принципе, ну, никаких проблем не доставляют. Теперь дальше поехали. Есть на правой передней двери У1. У1 это вообще мистификация, потому что, ну, честно говоря, сколько бы я их не искал, я их не могу найти. Вот правая передняя дверь. Сравниваем. Правая передняя дверь. У1. Где? Вот я под любыми углами смотрю, и я здесь не вижу никакой вмятины. Понятно, машина немного грязная, но, друзья, вмятина-то должно быть, видно. Неважно, грязь это, не грязь. Ну, вот где? Давайте с этого угла. И вот когда вы меня спрашиваете, а У1 что это? Вот, друзья, У1. Мы сидим с вами на корточках, пытаемся ее найти. Ладно, У1 проехали. А2, задняя дверь. А2. А, А2, вот. Вот, А2. Видно, не видно ее? Вот она, да. А2. Уйдет любой полировкой, абсолютно. То есть, 5 секунд машинка, и все это дело уходит. Б1. Вот как выглядит Б1. Б1 это царапина с вмятины. Б1 выглядит вот так. То есть, вот она, Б1. Критично? Ну, смотря на какой машине. Допустим, на дешевых машинах. Нет, конечно же, это не критично абсолютно. От слова совсем. Далее. А1. Сзади, слева, на бампере. Это у нас грязь. Вот, наверное, А1. Ну, хотя я понял, что тут ну-ка и А2 поставить. Или вот А1. Вот она. Царапина, которая уйдет в любой полировальной машине, даже в неумелых руках. Перейдем к интересному. Б2 на заднем крыле. Б2 на заднем крыле. Это вот. Вот так это выглядит. Б2 на заднем крыле. Видно, да? Все так выглядит. Б2 на заднем крыле. Б4. Вот где вы видите Б4 на двери, это уже плохо. Б4 у нас вот. То есть это хорошее такое повреждение, которое видно, которое не надо присматриваться, его видно. То есть оно есть, его видно, никуда от него не деться. Так. А2 на левом пороге. Ну, на левой накладке на порогу вообще бесполезно что-то искать. Потому что она грязная. Ну, я скажу честно, мы ничего там не нашли. И А1 на левой двери. Ну, наверное, это что-то вот это. Я не знаю, видно вам нет, но какие-то минимальные истории. Абсолютно. Вот оценка кузова и оценка салона у нас. Вот так выглядит салон у этой машины. Сейчас мы все поднимем. Его надо пропылесосить, это точно. Клиент не захотел, чтобы мы делали ему химчистку здесь. Он ее сделает сам. Надо пропылесосить и все помыть. Ну, просто загнать на мойку, сделать комплекс. И, в принципе, я не думаю, что там будут какие-то с ним проблемы. Пятен каких-то, каких-то таких загрязнений, которые не отмоются. Таких вот я не вижу, по крайней мере, загрязнений. На мой взгляд, такого здесь вообще нет. Просто, ну, грязный салон. Машины все с Японии приходят грязные. Абсолютно. Потому что их постоянно там туда-сюда перегоняют. И они всегда такие. Так, давайте посмотрим багажник. Состояние багажника. Тоже просто грязный. Просто пыльный, не затертый, не зачуханный. Здесь, понятно, тоже немножко грязь. Но, как бы, насколько для вас это критично, ну, я не знаю. Для меня это не критично от слова совсем. То есть машину просто надо хорошо отмыть. И все. А загнать один-два раза на хорошую мойку, и, в принципе, проблем никаких не будет. Он будет отлично в состоянии. Дверь по-хорошему надо, да. Левую дверь надо покрасить. Либо поменять. То есть тут уже на выбор клиента. Он тоже знал об этом. То есть вот эта вот история, аукционный лист, друзья, он согласовывается с вами на этапе покупки. Первое, что мы видим, это неотчетливые фотографии лотов в Японии. И потом мы видим схему. Всегда говорю своим клиентам, доверяйте только схеме. Только схеме доверяйте. Больше ничему не доверяйте. И нет смысла больше ничему доверять. Потому что лучше, чем схема, вам никто больше ничего не покажет и не расскажет. Поэтому, друзья, заказывайте правильные машины. Привезем вам вот такие вот автомобили. Всем пока. Если ты думал, что это все, то это не так. Наш сайт, наш телеграм-канал. Здесь, кстати, есть еще наши отзывы. Найти их можно так. Нажимаешь поиск, вводишь слово отзывы. И он показывает все отзывы на нашем телеграм-канале. Наш WhatsApp. Куда ты можешь написать и заказать любую машину. Либо если тебе просто нужно консультаться или с кем-то поговорить, пиши, мы с удовольствием с тобой пообщаемся. Хорошего дня. Заказывайте правильные машины. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok